Стало известно, что в больнице умерла пожилая женщина, которая попала под машину на улице Серебряной областной столицы. Об этой аварии мы рассказывали в патрульной службе. За рулём автомашины ВАЗ-2107 находился молодой человек. Вы видели эту женщину? Да, видел я женщину. А вы откуда ехали? Я ехал со стороны вот оттуда, начал поводать. По Вакжановскому, по Вакжаново по улице, да? Можно так сказать. И поворачивали туда? Поворачивали. И вот тут вот лужи, как раз на лужи я снял колею, начало заносить машины, я оттуда вырулил, меня развернуло, я лицо в столб и задел бабушку. А бабушка откуда шла, куда? Честно, я не видел. Не видели её, да? Нет. Вы за рулём-то давно? Да. Сколько? Год точно есть. Как выяснили сотрудники ГИБДД, стаж водителя всего три месяца получил права в июне этого года. К тому же стёкла автомобиля парень затонировал, что, и об этом постоянно напоминают инспекторы ДПС, значительно уменьшает обзор и является нарушением. По словам очевидцев, травмированная пожилая женщина лежала на пешеходном переходе. С места происшествия она была экстренно госпитализирована с серьёзными травмами. По нашим данным, пострадавшую ввели в состоянии искусственной комы. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Твери при силовой поддержке СОБР, Управление Росгвардии по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов в городе Твери обнаружен склад с контрафактной табачной и алкогольной продукцией. Минувшим летом в течение месяца 27-летний индивидуальный предприниматель реализовывал на территории Твери и области немаркированную табачную и алкогольную продукцию. Как установлено оперативниками, реализовано 23 тысячи пачек табачной продукции и около 3 тысяч бутылок алкоголя. Согласно проведенному исследованию ОПК ОМВД России по Тверской области, ущерб от преступных действий фигуранта составил более 3 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Следственным управлением ОМВД России по городу Твери в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Ведется следствие. Субтитры создавал DimaTorzok